Лес рук. Именно такую реакцию вызывал у юных участников мероприятия почти каждый вопрос в веселой игре на такие правила дорожного движения. Радует тот факт, что дружные ответы детей, за редким исключением, были правильными. А у некоторых ребят багаж знаний по правилам дорожного движения пополнился. Сегодня я узнала, что детям до 12 лет нужно ездить сзади на специальном автокресле. Детям до 12 лет нельзя ехать спереди. Когда велосипедист едет и ему нужно повернуть на левую сторону, он поднимает руку в левую сторону и поворачивает. Я сегодня узнала, что дети до 7 лет должны на заднем сидении на велосипеде ездить специально в кресле. Остается надеяться, что мальчишки не забудут эту полезную информацию. Тем более, что до долгожданных зимних каникул осталось чуть меньше двух недель. Уже совсем скоро улицы и дворы города наводнят веселые детвора, которые не всегда знают, как вести себя около дороги. Об этом красноречиво говорит статистика, которая, увы, не отличается положительной динамикой. На сегодняшний день уже с участием несовершеннолетних на территории Брестской области зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, к сожалению, 5 ребят погибли и 78 получили ранения различной степени тяжести. Только за последние сутки на территории области зарегистрировано уже два дорожно-транспортных происшествий, в результате которых двое детей пострадали. Это один ребенок-пассажир, который перевозился с нарушением правил дорожного движения, а второй ребенок шел с мамой по нерегулированному пешеходному переходу, где был совершен наезд. Этих дорожно-транспортных происшествий можно было избежать, если бы родители и дети были повнимательнее на дороге. Поэтому сегодня в профилактике детского травматизма большая роль уделяется именно работе с папами и мамами, которые, как никто другой, заинтересованы в сохранении здоровья и жизни своих детей. Сейчас у нас заканчивается вторая четверть, и, конечно, очень актуально напомнить детям знания о правилах поведения их на улице. Многие дети при двери на каникулах останутся дома. Одни без сопровождения родителей будут выходить на улицу, поэтому они должны знать, какие опасности таит в себе дорога, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь. Родители, именно родители должны отслеживать местонахождение своих детей, своим личным примером показывать, как правильно и безопасно вести себя на дороге. И тогда мы вместе с вами получим наше здоровое будущее.